Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – магазин «Время подарков». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Все казачьи районные общества прибыли проводить товарища. В Гостогаевской прошли похороны Виктора Жука, погибшего от пули снайпера во время покушения на бизнесмена Николая Нестеренко. Семь раз прочти – один ответь. Требования к чиновникам в работе с обращениями анапчан ужесточаются. Город воинской славы отметил 23 февраля. Праздничные концерты и яркий салют прогремели в Анапе в День защитника Отечества. В Станице Гостогаевской прошли похороны Виктора Жука. Напомним, что 22 февраля в Анапе произошло покушение на бизнесмена, заместителя атамана городского казачьего общества Анапа Николая Нестеренко. В результате вооруженного нападения Нестеренко был ранен, его водитель Виктор Жук убит. Проводить товарища собралось около тысячи человек. Казаки по всем традициям провели обряд и почтили память казака. Отпевание провел отец Николай, настоятель Свято-Троицкого храма в Станице Гостогаевской. Затем похоронная процессия прошла улицами Станицы до кладбища. Впереди великанья, накрытого попоной, как знак того, что всадник убит и следует теперь на руках товарищей к месту вечного покоя. Не о разъединении, а о сплочении говорили казаки на митинге Рэквеми. Пули и борьба не пугали, а только мобилизовали их дух во все времена. И казачье войско создавалось в том числе, чтобы стоять на страже мира и покоя жителей Кубани. И сейчас для казаков дело чести, помочь правоохранительным органам найти убийцу, чтобы ответил по всей строгости закона. Правоохранительные органы должны найти преступников и вообще совместно, так сказать, сделать все, чтобы не допустить, обуздать преступность в Анапе и в Анапском районе. Естественно, Кубанское казачье войско не оставит это без внимания. Мы будем уделять внимание семье, мы примем самое активное участие в помощи расследования этого преступления. Надеемся, что те органы, которые сегодня должны это сделать, они сделают достойно и найдутся и преступники, и заказчики, и все будет доведено до логического конца. Прощальные слова над гробом произнесли родные атаманы-станичники. Вспомнили, что Виктор Жук стоял у истоков казачьего общества и являлся одним из старейших его активистов. Друзья, командиры и все как один возмущены дерзким преступлением. Получивший ранение при покушении, Николай Нестеренко также смог присутствовать и поблагодарил товарища, с которым они плечом к плечу были в казачьих рядах и в бизнесе более 10 лет, за то, что тот принял смертельный удар на себя. Товарищи попрощались с погибшим и предали тело земле. И к другим новостям. Качество работы исполнительной власти во многом определяется скоростью решения проблем, с которыми к чиновникам обращаются наобчане. Эту тему подробно обсудили на очередном планерном совещании, а также говорили о подготовке к международной туристической выставке Интурмаркет в Москве и подводили итоги работы с молодежью в 2012 году. Планы и задачи на неделю перед городскими службами ставили заместители мэра. Оптимизация работы чиновников за счет четкого взаимодействия всех уровней исполнительной власти – это одна из важнейших задач по улучшению качества работы администрации, считает заместитель главы Светлана Яровая. Между собой не общаются. То есть практически каждое управление видит себя отдельным государством, со своим уставом, а может и монастырю, не знаю. Я сейчас приведу пару примеров. Не для того, чтобы кого-то обидеть или унизить, а для того, чтобы вы меня услышали. Потому что будет так, как я сейчас опасна. По-другому уже не будет. Было поручение Алексея Васильевича подобрать, например, разворотную площадку для остановки автобуса. Ощущение, что руководители управления транспорта, мы не знаем, мы не знакомы, вероятно. В итоге, через три недели у меня лежит документ, где написано, что мы наконец выйдем, и тогда все решим. Не пойдет. Значит, еще неделя, и Михаил Александрович ответ должен конкретно содержать информацию, такого-то выеха, место обозначено, готовим акты выполненных работ. Шлифовка работы администрации с заявлениями анапчан будет, пока система не начнет работать без сбоев. Далее о подготовке к ежегодной выставке Интурмаркет рассказала замглавы Татьяна Завизион и дала поручение Управлению по культуре подготовить достойную презентацию города-курорта. Ведь поток туристов в Анапу из года в год становится все больше, во многом благодаря и участию нашего курорта в российских и международных выставках. Контрольный вопрос планерки – итоги работы молодежного сектора, о которых доложил замначальника Управления по делам молодежи Владимир Тельнюк. Многотысячная студенческая армия активно участвует во всех городских развлекательных, спортивных, патриотических, экологических, туристических и культурно-опознавательных акциях. Благодаря этому Анапа из 44 районов занимает четвертое место на Кубане по работе с молодежью. Сегодня в ведомстве Управления по делам молодежи функционирует 31 клубное объединение, 20 досуговых по доскам молодежных клубов по месту жительства, военно-патриотический клуб, спортивно-туристический, военно-патриотический и исторический клуб, спортивный клуб, клуб молодой семьи, клуб интеллектуальных игр и другие по интересам. Общее число воспитанников клубов составило 1200 человек. В работе с клубами по месту жительства она появляется лидером в Краснодарском крае уже много лет. Каждый юный анапчанин может найти дело по душе в одном из многочисленных объединений и как результат снижения вдвое количества молодых людей, стоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних со 106 до 50 человек. Руководство города делает ставку на активную молодежь, которой предстоит развивать наш курорт в будущем. Вадим Родин, Алексей Мухортов, Анапа-регион. 23 февраля россияне отметили День защитника Отечества. С 10 часов утра на ярмарке-привозе шла не только бойкая торговля, а целые народные гуляния. Анапчане слушали ансамбль казачьей песни, принимали участие в розыгрыше лотереи сельскохозяйственной продукции, поздравляли друг друга с праздником. Чем запомнился этот день производителям и покупателям, расскажет Светлана Авелова. 23 февраля здесь царила поистине праздничная атмосфера. Торговые прилавки были украшены шарами. Задушевные мелодии ансамбля казачьей песни Шумай поднимали настроение. Идя по рынку, некоторые останавливались, чтобы послушать казачью песню и согреть ею душу. Некоторые, не раздумывая, пускались в пляс. За продукцию кубанского производства выстраивались очереди. Ведь надо и на неделю продовольственный запас сделать, и стол праздничный, как подобает накрыть. Предлагался широкий ассортимент, включая мясомолочные продукты, мед, мукомольные, крупяные, кондитерские изделия, овощи, фрукты, зелень. Коллекцию превосходных вкусов, которая может удовлетворить требования даже очень взыскательных потребителей, самыми разными предпочтениями подготовил Тихорецкий мясокомбинат. А вот магазин колбасы устроил дегустацию своей продукции, выставив 13 видов мясных изделий. Пока производители продавали, а покупатели приобретали товар, девушки раздавали лотерейные билеты для участия в розыгрыше сельскохозяйственных призов. Долгожданный момент наступил в 10.30. Уважаемые жители и гости нашего города, хочется всех мужчин в этот праздник поздравить, пожелать счастья, здоровья, добра, мирного неба над головой и всего-всего самого наилучшего. Призы состояли из авосьок с картошкой, луком, яблоками, апельсинами и мандаринами. Также разыгрывались выпечка и мед. Что вы выиграли? Банку меда, повезло. Слышал объявление и с удовольствием пришел. Вот немножко замерз, когда ждал тут организаторов. И, в общем-то, не зря. В качестве супер-призов были подносы с рыбой, говядиной и свининой. Петр Бражников – один из счастливчиков. Рыба в зелени, 183 номер. Кто у нас победитель? Забирайте! Поднос просто вернуть. Всем привет, кто меня знает. Приходите на свежую рыбу. Кому не было билетов? Зимой не каждому она попадает. Некоторым в этот день повезло вдвойне, поскольку совпали несколько номеров приобретенных билетов. Не думали, что так повезете? Конечно, не думала. Ну, что, получается. А вы всю жизнь не выигрываете? Нет, погнали дальше. Да, мы не играли никогда. Еще не первый раз в жизни. Бесспорно, такое проведение праздника понравилось всем. Ведь как хорошо, когда утро праздничного дня уже удалось, говорили анапчане. Следующий розыгрыш сельскохозяйственной продукции Управление сельского хозяйства Анапы запланировало 8 марта. Надо отметить, что ярмарки-привозы в городе-курорте постепенно благоустраиваются. Пример этому – площадка возле шестой школы. Территорию отсыпали щебнем, установили ограждение, чтобы не заезжал посторонний транспорт. Светлана Авилова, Александр Кореневский. Анапа. Регион. В числе основных мероприятий в честь Дня защитника Отечества на Театральной площади прошел праздничный концерт. Свои номера творческие коллективы Анапы посвятили тем, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны, кто шел на смерть в Афганистане и Чечне, кто встал на борьбу с терроризмом и кто до конца оставался верен воинскому долгу. Мы – наследники города воинской славы. Под таким девизом прошла праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества. Молодежь Анапы считает, мужчина всегда должен быть способным защитить свою семью, свой город и свою родину, вне зависимости от того, военный он или нет. Уже не раз говорилось, что Россия – это доблестные воины, Россия много переживала, прошла много. Поэтому мы сегодня пришли сюда со студентами, чтобы морально поддержать всех тех ветеранов Великой Отечественной войны, которые защитили нас, чтобы сегодня мы отметили этот праздник. Ну и так как Анапа – город воинской славы, а мы – молодежь, надеемся и будем верны этому званию. Я рад поздравить всех защитников Отечества, которые уже отслужили, либо которые только собираются отдать долг своей родине. Бояться армии не надо, там хорошо, замечательно, сам знаю, сам служил. И я доволен, что я прошел эту школу мужества. У людей старшего поколения особенно тяжелая судьба. Они рисковали жизнью ради счастья своих детей и внуков. А сколько тех, кто остался на полях сражений? Мелодии военного духового оркестра, Института береговой охраны ФСБ, танцы, песни, стихи творческих коллективов навеяли ветеранам воспоминания о тех далеких и трудных годах, о боевых товарищах. Позволили вновь почувствовать радость Великой Победы. По звуке фанфар внесли красные знамена – символ чести, доблести и славы России. Невзирая на политические перемены в судьбе Отечества, отношение к красному знамени было и остается непререкаемым. Под ним русские воины побеждали врага, бились насмерть за победу. Председатель Совета ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов города-курорта Анапа Анатолий Гапонов и ветеран Великой Отечественной войны Павел Кухоль дали молодым защитникам наказ доблести служить на благо Родины. Дорогие наши будущие, наши молодежь, берегите честь и славу нашей Родины, берегите ее рубежи. Дорогие наследники города воинской славы, проявите от Анапского городского совета ветеранов самое искреннее поздравление с Днем Защитника Отечества, чтобы на ваши плечи никогда не было тяжелое время военных баталий, чтобы кому если придется, то на картах теоретически и на учебных полях решать военные проблемы. Здоровья, семейного благополучия и всего доброго. И будьте достойны чести русского оружия и чести города воинской славы Анапа. В городах, у достойных почетного звания город воинской славы, небо озарили праздничные салюты. Под марш прощания славянки Анапа тоже покрыла прекрасное многоцветие огней. Яркое свидетельство того, что этот день – День воинов всех поколений. Светлана Орелова, Роман Карпов, Анапа. Регион. Далее прогноз погоды на завтрашний день и блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Время подарков». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь до завтра. Удачи и до свидания. Завтра, 26 февраля, в Анапе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха в дневные часы 5-8 градусов тепла, ночью прохладнее до плюс двух. Ветер северо-восточный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 5 градусов по Цельсию. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300. Подарки должны радовать и оставаться на память. Дарить чувства прекрасного и украшать нашу жизнь. Отражать внутренний мир и подчеркивать стиль. Времена меняются, подарки остаются. Дарить чувства переменялся. КОМ-НУ нас! КОМ-НУ нас! КОМ-НУ нас! КОМ-НУ нас! Продолжение следует...